Господин или господа, когда мне было пять лет, я был в огне театра. Настоящая, а не какая-то избитая шутка, разыгрываемая для смеха идиотскими подростками. Поразмыслив, я думаю, что это было совершенное безумие, что на самом деле будет пожар. Но это было еще тогда, когда курение было разрешено в кинотеатрах, так что я полагаю, это не могло быть такой редкостью. Какой-то другой ребенок, вероятно не намного старше меня, закричал, что там был пожар. И это был один из тех ужасных старых фильмов, что-то от Мурнау, так что все постоянные посетители были уже нелепонаряжены. Все дети начали кричать вместе в унисон. Моя мать сломала мне руку, вытаскивая меня из театра, а четыре человека были затоптаны до смерти, сражаясь, чтобы выбраться. Вот тогда я понял, насколько это опасно. Не огонь, конечно. Никто не умер от этого. Люди погибли от паники, от других идиотов, затоптанные до смерти, не способные защитить себя от ног каждого падающего на их лицо, шею или грудь. Один из них был другим ребенком. Иногда мне нравится думать, что это тот, кто предупреждал всех. Немного болезненно, но я знаю, что вы не будете осуждать меня. Голос, который призывал всех к спасению, раздавленный до смерти ногами тех, кому он поможет. Это так чудесно, горьковато, сладко. Возвышенно, но более безупречно. Божественно в своей восхитительной трагедии. Тогда я и понял. Идеи. Что может быть более смертоносным? Идея пожара или настоящий пожар? Что хуже? Мысль о том, чтобы шлифовать напильником свои зубы? Или на самом деле это делать? Насколько хуже идея проскальзывающей иглы в вашем глазу, а затем подергивание? Или кто-то на самом деле делает это с вами? Может ли акула быть хуже, чем сама идея акулы? Отсутствие одного из них? Но когда я проповедовал в церковном хоре, я верил и в это. Блестяще сделано. Должен признать, сначала я скептически относился к вашему видению. Но теперь я вижу, каких концепций вы надеялись достичь. Я надеюсь, в будущем вы продолжите работать в таком же духе, превращая эти антиконцепции в вещи, гораздо более красивые, чем их земное происхождение. Конечно, мы предоставим средства для вашего следующего проекта. Мы, в конце концов, великие меценаты искусства. И эти работы более элегантны, чем все, что мы получали в прошлом. С искренним восхищением вашим ремеслом, Джей Картер, Esquire, Генеральный директор, Маршалл Картер и Дарк Лимитед.